Вас приветствует портал Аквагрупп. Продолжаем обзор оборудования Акварио. Сегодня наш обзор посвящен моноблочным насосам Акварио серии APM и ADK. Особенностью данных серий является соединение насосной части и двигателя в единый моноблочный агрегат, имеющий общий вал. Все моноблочные насосы Акварио имеют в конструкции одно рабочее колесо центробежного типа. В отличие от серии AJC, в моноблочных насосах нет гидравлических приспособлений – эжектора, трубки Вентури, диффузора. Рабочее колесо сразу закрывается корпусом насоса. Такое конструктивное решение сказывается на расходно-напорных характеристиках и на области применения данного оборудования. Это мы и постараемся показать в обзоре и указать на эти особенности. Поверхностные моноблочные насосы Акварио серии APM и ADK чаще всего используются в системах для полива, так как имеют увеличенный расход. А мощные модели, например, APM-180 и ADK-30, также используются на промышленных и муниципальных объектах. Линейка моноблочных насосов Акварио не так обширна, как серия насосов AJC. Несмотря на свою узкую специфику, насосы заняли свою нишу, и ассортимент периодически пополняется и расширяется новыми моделями. Моноблочная линейка насосов Акварио насчитывает 6 единиц оборудования. APM-50 – самая младшая и новая модель моноблочного насоса. APM-100 – первая модель в ассортименте продукции. APM-180 и APM-200 – логическое продолжение развития линейки моноблочных насосов в серии APM. ADK-20 и ADK-30 – моноблочные модели насосов Акварио повышенной производительности. Рабочие колеса моноблочных насосов серии APM и ADK выполнены из латуни и отбалансированы. Данная процедура исключает вероятность биения колеса в процессе эксплуатации. Вал насоса выполнен из нержавеющей стали. Он износоустойчив, долговечнее и качественнее вала из черной стали. Не подвержен коррозии. Ротор и статор насосов Акварио собирается на автоматических линиях сборки, что, безусловно, положительно сказывается на работе самого насоса, на его производительности и потреблении электроэнергии. В двигателе применена защита от перегрева многократного срабатывания. При его нагреве до опасной температуры цепь питания автоматически размыкается. Важно! Максимальная производительность насоса всегда зависит от нескольких условий. Как правило, это глубина водозабора, высота подъема, планируемое давление в системе. Поэтому она определяется как диапазон значений. А для подбора оборудования всегда лучше прибегать либо к помощи специалистов, либо к специализированному программному обеспечению. Обращаем на это ваше внимание и переходим к рассмотрению характеристик насосов. Теперь перейдем к обзору двух серий моноблочных насосов Акварио. Это серия APM и серия ADK. Насос APM50, как уже говорилось ранее, самый новый и маломощный насос из моноблочной серии. Бюджетная модель идеально подойдет для полива небольшого приусадебного участка. Насос APM100, проверенная временем, модель моноблочного насоса, хорошо зарекомендовавшая себя в системах полива. Насосы APM180 и APM200 – логическое продолжение линейки моноблочных насосов Акварио, намного производительнее предыдущих моделей. Насос APM50. Максимальная производительность составляет 70 литров в минуту, а максимальное давление всего 17 метров. С потреблением энергии 500 ватт. Насос APM100. Максимальная производительность составляет 90 литров в минуту, максимальное давление 30 метров. Потребление электроэнергии 1000 ватт. Насос APM180. Максимальный расход равен 120 литрам в минуту, а максимальный напор 36 метров. Потребление электроэнергии 1,5 киловатта. И последний насос данной подгруппы моноблочных насосов Акварио – это модель APM200. Значение максимального расхода – 140 литров в минуту, а максимальный напор – 42 метра. Потребление энергии 2 киловатта. Вторая подгруппа моноблочных насосов Акварио – это модели серии ADK. Эти насосы более мощные и имеют более высокие показатели по расходу по сравнению с серией APM. Насос ADK20. Максимальная производительность составляет уже 350 литров в минуту, а максимальный напор – 23 метра. Потребление электроэнергии составляет 2 киловатта. Насос ADK30 обходит насос ADK20 по расходу и напору. Максимальный расход у насоса – 450 литров в минуту, а максимальный напор – 29,5 метров. Насос потребляет 3 киловатта электроэнергии. Итак, поверхностные моноблочные насосы Акварио серии APM и ADK более производительные, чем рассмотренные нами ранее насосы серии ADB и AJC. Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. Моноблочные насосы Акварио идеально подойдут для перекачивания больших объемов воды. К примеру, для обеспечения водой нескольких дачных участков или большой системы полива. В тех случаях, где нужен большой объем воды, а большое значение напора – не принципиально. И не забывайте, все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем всегда использовать стабилизаторы напряжения. До новых встреч!